приветище скрип механик и я вернулся на холм по многочисленным просьбам многих не устроила готовая фазанда все хотят увидеть как я буду здесь обустраиваться на этом холме вот фазанда была красивая все об этом тоже писали но говорят хотим увидеть как ты будешь строиться на холме ну что ж ладно хотите увидеть мое одиночное выживание на холме будет вам выживание на холме с чего мы начнем ну начнем мы наверное с того что нужно сделать больше грядок наконец-то поправили проблему с тем что когда я сажал грядку сквозь грядки торчал трава этого теперь нету и это меня чертовски радует смотри как все гладенько классенько выточил с тачки все мешки с грядками сейчас я их тут вот все размещу вот так вот поскольку места у нас здесь мало на холме будем ужиматься наша грядочка немножечко увеличилась теперь она больше значительно больше но я все равно думаю что этого маловато надо будет ее увеличить я думаю что весь холм это будет одна сплошная грядка но до этого нужно еще дорасти что мы будем здесь садить садить мы будем то из чего мы сможем сделать удобрение где наш удобрение удобрение вот на удобрение нам нужны помидоры нам нужно морковь и свекла ты меня наверное сейчас против зачем тебе морковь свекла и помидоры я тебе скажу очень просто дело в том что ранее у нас удобрение работало как сейчас еще удобрение возьму рассмотреть 20 удобрения у нас есть пикаем сюда смотри 20 удобрением раньше я сажал допустим свеклу вот таким вот макаром и все это дело удобрял и у меня было бесконечного удобрения разработчики в новом паще все это починили и теперь у нас все как у нормальных людей то есть 20 удобрений на 20 грядок поэтому нужно разориться немножечко на удобрение на делать их кучу или просто забить тогда наши растения будут расти в два раз дольше чем с удобрением но вот с грядочкой я закончил у нас уже не авторизированная фермерство через пять часов к нам прибегут роботы но пожалуй я вначале все это удобрю удобрением не хватило ровно на пол грядки остальная часть осталась без удобрений вот посмотрим сколько будет расти без удобрений наш урожай а я перехожу к следующему нам нужно достроить дом очень срочно ну и как ты понимаешь чтобы это сделать нам потребуется огромные объемы древесины то что у меня есть это очень мало на одну стенку максимум хватит поэтому мы делаем что мы делаем побольше пил у меня одна есть в рюкзаке нам нужно сделать еще как минимум две чтобы было 4 и строим лес по вальную машину и так две секунды и на сейчас нападут дело в том что у как прогрузились мобы дело в том что все-таки это новый патч и мало ли вдруг на холме мобы появятся и так следим смотрим вроде никто к нам пока не бежит это хорошо проверяем все стороны чисто я думаю что ничего не поменялось ему бы сюда не забегут один попытался все-таки сюда проникнуть он где стоит засранец готов ну и сюда бы он все равно не залез хорошо что у них нет летательных аппаратов это очень радует получается что для того чтобы сделать еще две пилы нам нужно достать материала а материал мы достаем где правильно из роботов почему-то они теперь боятся нас бро не бойся я просто по братски отпили у тебя кусок ноги сейчас мы с тобой выбрались на вылазку для того чтобы собрать ой-ой-ой металл ну и соответственно еще чего-нибудь найти не но это просто катастрофа какая-то встаю значит очищаем металлолом с упавшего бота ко мне подбегает еще один бот я его мочу потом начинаю очищать ко мне подбегает другой бот я его опять валю начинаю пищать ко мне подбегает еще один и так по моему вечность может происходить но слава богу они закончились ночь на дворе я добежал до воды мне нужно будет сейчас сплавать вниз и достать из ракушек клейкое вещество чтобы сделать клей давай посмотрим только в начале что здесь свекла и компонент отлично все повлили заклеим вот они наши ракушечки а кстати очень много комментариев было насчет вот этих вот светлячков подводных мол якобы их можно как-то взять сейчас подожди попробую взять как тебе взять друг мой маленький мой друг не получается мне его никак подобрать взять а вот я его взял прикол писали в комментариях что этого светлячка можно кормить так же как и корову мол скармливаешь ему картон определенное количество он какает ты подбираешь эту какулю она какая-то там светящийся и из этой какули можно что-то там состряпать как-то так но поскольку картона у меня с собой сейчас нету мы этого подводного существа отправляем в дальнее глубокое плавание смотри-ка нифига себе вот это поворот вон там вот наш холм он роботы торчат а тут у нас вот это чувачок стоит как ты сюда залез а хитрец хотел до моего огорода добраться а я уж думал сделать тут мостик такой небольшой чтобы бегать между двумя этими холмами а тут вот такая ситуация не походу мостик строить я не буду надеюсь грядка моя тут все целенькая да все все нормально но не растет здесь потому что я забыл дырявая моя башка все это палить так что достаем беда наполняем все это дело водичкой и идем заливать грядочки фух отличненько все залито надо какой-нибудь ороситель здесь замутить чтобы все это поливалось автоматически при помощи нажатия одной кнопки был бы шикарно но я к сожалению не знаю моих мозгов не хватает как такой сделать но я что-нибудь придумаю бежим теперь делать клей срочно срочно нужен клей и как можно больше у нас кстати есть возможность улучшить нашего мастера давай это сделаем отлично уровень 5 я не знаю что это нам дало потому что все ячейки по производству у нас были открыты возможно наш бот теперь намного все быстрее конструирует теперь производим металлические блоки чтобы сделать из них металлический блок второго уровня ну и потом из всего этого сделать и еще два лезвия но пока все это мастерится можно сделать холодильник для хранения продуктов отлично холодильник у нас готов поставим его рядом с нашим поваром вот таким вот образом и закидываем сюда фрукты и овощи которых у меня нет а нет смотри шипучка есть шипучка обязательно холодильник пойдем посмотрим что у меня в драндулете валяется а в драндулете у меня есть кусок мяса немного свеклы и бутеры которые я наделал на прозапас убираем все это в холодильник за исключением бутеров свеколочку молоко и мясо 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 в холодильник отлично у нас достаточно блоков чтобы сделать теперь блоки второго уровня но я совсем забыл про янтарь черт подери ну что пришло время спустить наш драндулет и ехать за янтарем все доехали до горячего леса здесь очень жарко влазим и быстро добываем янтарь кстати я тут подумал я же с пилой приехал может быть эти деревья можно попилить дай попробуем ну конюка о можно можно пилить но так неудобно собирать поэтому я воспользуюсь все-таки ручным способом инвентарь полностью забит янтаря мы добыли просто огромное количество раз два три 4 5 6 7 70 штук янтаря я надеюсь что мне этого хватит до конца моей жизни а теперь мы отправляемся мнение нифига не домой мы отправляемся на поляну где есть лопухи хого нет шутка лопухами потирается а мы едем за хлопком чтобы сделать кровать кстати смотри смотри на кукурузу видал я проехался избил кукурузу это очень круто это нововведение разработчиков ранее мы просто врезались кукурузу как в дерево и не могли проехать а теперь все это очень легко и просто проезжается и добывать смотри-ка чуть такое тут у небольшой фермерства вот это поворот ну давай соберем что тут у нас есть какие-то семена нам начали разгрузить значит три помидора 8 помидорок есть ведерко но у нас дофига ведер удобрение морковка еще раз помидорки шикарно грядочки тоже забираем пригодится хозяйстве все приведет вот еще тут грядочки есть тоже забираем как говорится удачненько заехал ну а вот эту саму конструкцию можно в принципе разобрать потому что древесина нам тоже нужно и осветительный прибор мы тоже заберем смотрите нашел загон из коров вот тут даже есть блин очень много здесь фермеров было они все охраняли коров туда же табличка есть ну давай глянем что там через табличка keep out типа охраняется не входить есть смотри вот такие вот каменные фигурки виде коровок очень классно смотрится можно это сломать или нет нет нельзя так тут у нас все спрятано тут просто сена которую могли бы пожевать коровки и тут у нас еще есть сейф небольшой сейф с помидоркой но к сожалению взять я это не могу потому что у меня все под завязочку гляди куда я выехал сыр какой здоровья смотри какой нет нет не ломай меня не ломай не ломай не ломай бежим чёрт я перевернулся вот эта беда бежим да что такое то не бежится бежим 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 ты чё делаешь он стреляет какой-то фигней твою ж налево достаем пушку быстрей пушку пушку 2 2 2 целых два штуки ну нафиг воде срочно к воде к воде к воде к воде к воде бежим быстрее к воде надеюсь они не умеют плавать фух фух меня пронесло рассмотрение смотря не плюс какой-то фигней какой-то жижей краской что ли или это кислота какая-то едка химикаты так надо подальше подальше смотрим под водой бежит за мной ужас какой они с ума сошли но слава богу они плавать не умеет и они где-то там на дне фух а вот и засранец плавать умеет пушку я достать не могу к сожалению так 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 вот это поворот сейчас на камень попробуем залезть надеюсь что они на камень не залезут так и теперь начинаем обстрел поэтому хана по тем попадая непонятно картошка в них долетает или она в воде где-то остается может и долетает блин он такой мощный вот это я нарвался так хорошо попробую их бомбануть так черт прикинь у меня патроны закончились нет картохи больше ну ладно тогда валим надо добежать до машины как-то и сваливать отсюда нафиг . . где же ты где-то ты у меня тут было надеюсь что ее не разворотили окончательно так до воды и бежал где-то отсюда значит . смотри тут кто-то дерево повалил скорее всего это те великаны ты видал какой у них серп вместо руки мощный возможно они им могут валить деревья блинский блин роботы выползли на поверхность вон не по крайней мере один засранец а я тут уже не знаю сколько времени бегу не могу тачку найти где тачка то только не что я раскурочили хоть что-то да должно было от нее остаться вот на слава богу слава богу она кажется рядышком с полем было так значит . разворачиваем ставим на колеса и мчим отсюда скорее как можно скорее заднюю часть нам конечно подрихтовали так сказать надо будет час подделать броньку все сейфы вроде бы на месте это хорошо ничего не потеряли чтобы на деревья чёрт возьми оу смотри-ка парочку роботов подзадавил ребята не подходить ко мне я очень жал все я поехал до с видульки у доехал до базы до огроменной базы так ладненько пока есть время надо подделать наш трактор о почти как новенький отлично к самому утру доехал до места сбора хлопка мы тут кстати дедушку находили и по моему тут снова появился дед ну да гляди эх ладно пока забирать его отсюда не буду я пока просто позабираю хлопок ладно короче все таки решил жаль цена дедом и забрать его отсюда а то чё он тут будет один одинешенько пропадать дед у нас укомплектован можно двигаться поехали белочка наша ну вот дедушка приехал все будешь ты теперь в рабстве пахать прощай поехали я тебе кое-что покажу у меня тут роботы поклоняется моей грядки прям полоумничество какое-то если этих роботов не буду трогать то тут с каждым днем их будет все больше и больше и с этой стороны тоже на стенку он лезут и здесь тоже вон по горе пытаются залезть чё хлопчик никак но не переживай такова твоя судьба на горе сдохнуть и тут тоже смотри он пытается залезть но никак не выходит огородик мой целёхонький уже поспел весь ух так значит бежим делать первым делом кровать потому что без нее очень плохо нужно немного дерева сейчас соорудим кстати насчет картона вот он картон он делается из древесины тоже давай ка сделаем мы 20 коробок даже 40 и попробуем как-нибудь сходить нашего подводного другана покормить все с древесиной у нас порядок делаем кроватку ну а пока у нас тут все производится я предлагаю продолжить расширять хором о роботы ну куда же вы пошли все поклонение моей ферме закончилось что или это на обед их позвала мамка ну ладно не важно ну вот расширили немножечко дом здесь у меня будет спальня сейчас кровать заберем и поставим отличное место тут и закат и рассвет виден прям прям можно вот так вот поставить кровать и лечь о по моему шикарно и неважно что вверх тормашками я же лежу так это плохая идея очень плохая то есть встаешь с кровати сразу катапульта вниз это очень плохо значит давай мы эту кровать переставим по нормальному по человечески сделаем чтоб она у нас была но уже вот так вот вот это я понимаю потом стал спокойненько и пошел по своим делам забираем коробочки поставим их вот тут вот где-нибудь так и поставил нифига не проканает в принципе в принципе сейчас ночь можно съездить и попробовать покормить этих светляков приехали к воде загоняем тачку дело в том что нам нужно пополнить запасы воды втыкаем переключаем вакуум ну вот и все засос воды пошел а я теперь отправляюсь на поиски нашего подводного друга друга ну где же ты у меня есть для тебя отличный ужин ночной ужин я даже сказал о вон он сегодня у тебя на ужин картон а мне нужны твои какахи светящиеся чтобы я мог посмотреть что же я из них смогу слепить кстати этот светлячок в руке смотрится намного больше нежели он просто на дне морском лежит так давай посмотрим так не фигусь он жирный смотри вот это да вот это ой как он болтается когда я бегу и забавно отпускаем а и даем ему картон держи он реально ухавает давай 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 кушай смотри сколько я еще картона есть надо тачку из воды забрать у нас там все накачалось полный бак воды вот так вот здорово посвятим на нашего светлячка чтобы все было хорошо видно так вот тебе еще картон ну кстати он прожорливый ему много картона надо чтоб обосраться и так 15 картона я ему выставил и походу ух ты нифига себе 15 картонок чтобы я получил к кульку от него флю флюослись это называется это не совсем как у ли хотя это как у ли просто называется на по заумному флюослись интересно интересно для чего же она нам понадобится ладно дай-дай оставшийся картон ну вот наш друган все сажал 40 коробок и дал зайти 40 коробок 2 флюослись ну что ж я предлагаю тебе отправиться ко мне домой может ты мне еще пригодишься интересно смогу с тобой в тачку сесть нет не смогу тогда давай садись рядом со мной все поехали прикольно он едет со мной главное чтобы он не слетел спокойненько тихо 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 он может улететь первый светляк путешественник который выбрался из воды и путешествует днем опачки приехал домой у меня тут роботы падают с горы прикол так забираем значит моего новенького питомца и тащим наверх смотри мой новый друг какие у нас грядки с тобой огромные засаженные а это твой новый дом пожалуй положу тебя на кроватку хотя нет вдруг я вдруг я за респаунить прямо на тебя и раздавлю тогда тогда ты будешь на холодильнике о отличное место для тебя это как в атаку тебе положу здорово у меня теперь есть свой собственный питомец смотри не улети вниз сейчас я тут поставлю какое-нибудь ограждение вот такой вот всякое бывает нифига си заботился с вами питомца и в итоге сам свалился все в порядке если чё проси картон я тебе сделаю еще отлично оставшиеся две пилы мы производим нам нужно еще также сделать еще одно колесо для этого нужно 600 они у нас есть три колеса у нас уже тоже есть вот они 600 отлично как раз колесу забираем колеса раскладываем это все вот здесь еще надо снять вот этот пилу шестеренку тоже можно отсюда забрать и вот это тоже можно убрать потому что у нас для лесоповала будет отдельная машина ну что ж практически все материалы собраны для лесоповала и между прочим лесоповал в отличие от нашего дрондулета будет ездить на электромоторе как сейчас модно это будет экологически чистый транспорт который валит деревья прямо парадокс какой-то экологический лесоповал который валит лес экологи нервно стоят и смотрят в стороночке ну вот наш электродвигатель готов вот так вот он выглядит ну-ка что ж посмотрим на что он будет способен но только в следующей серии она сегодня это все спасибо за просмотр если тебе нравится скрип механик то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться если еще не подписан но я с тобой прощаюсь пока увидимся в следующем видео